Всем привет, с вами снова ваша Даша и сегодня у нас будет мини-баттл. Это видео в первую очередь посвящено тем, кто рисует пальцем в телефоне. Ребят, я бы вам поставила памятник. Нет, правда, потому что я порой на планшете не могу сделать ничего стоящего, а вы умудряетесь создавать шедевры с минимальными возможностями. Так вот, к чему я? Возможно, многие уже видели некоторые модели графических планшетов, которые можно подключать помимо компьютера еще и к телефону, и у компании Hyon не так давно вышел очень классный по характеристикам планшет с подобной функцией, модель HS610, которую мне и прислали на обзор. Я подумала и решила устроить баттл между рисованием пальцем на телефоне и планшетом. Я буду рисовать одну и ту же иллюстрацию, а после мы сравним их и подведем какой-нибудь итог, стоит ли брать планшет для подобных вещей или нет. Поехали! Планшет можно без проблем заказать на официальном сайте или у официальных представителей на том же Алиэкспрессе. Ссылки я оставлю в описании к этому ролику. Доставка оказалась очень быстрой, уже через два дня планшет был у меня дома в Москве. Теперь приступим к распаковке. Компактная коробка, внутри которой находится приветственный вкладыш и сам планшет. Скажу сразу, он ну очень легкий и тонкий, особенно после экранных планшетов и моего вакуума. Под планшетом лежит перчатка для рисования и драйвера. Дальше сбоку у нас находится перо, тоже очень легкое, а также шнур для подключения к компьютеру и два подарочных адаптера для подключения к телефону, а также подставка для пера с 8 сменными наконечниками на случай, если основной сточится. Дальше стоит поговорить о характеристиках планшета. Размер рабочего пространства составляет 254 на 159 мм. Это средний размер планшета, который подойдет как для больших мониторов, так и для тех, кто работает на ноутбуке. Для телефонов рабочее пространство составляет 159 на 99 мм, что тоже довольно много. Вес планшет 600 грамм и, поверьте на слово, это ну очень мало. Его действительно можно без проблем брать с собой в любой уголок мира. Также у планшета имеется сенсорное кольцо и 12 жестких и 16 мягких экспресс-клавиш, которые могут быть настроены по вашему желанию. По поводу пера, в комплекте идет перо серии PY100, которая не нуждается в подзарядке. Это еще один плюс к протосивности, а также оно имеет 8192 уровня давления, что по идее должно гарантировать нам отличный отвлек во время рисования. Планшет поддерживает соединение с различными устройствами, включая компьютер, ноутбук, планшет Android и мобильный телефон. А теперь перейдем к батлу. Я нарисовала маркерами простенькую иллюстрацию с русалкой, рисовала на базе фото какой-то модели, если кто знает, кто это можете указать в комментариях и я добавлю ссылку в описании. После чего мы делаем фото нашего наброска и открываем в любом приложении для рисования. Через переходник подключаем планшет к телефону и можно приступать к рисованию. Никаких драйверов или дополнительных вещей при этом делать не пришлось. Что могу сказать о впечатлениях рисования на планшете? Поначалу, конечно, немного непривычно, но в целом особое отличие от рисования на компьютере я не заметила. Единственное, что мешает, это небольшой экран, из-за которого постоянно приходится увеличивать и уменьшать картинку. Но, думаю, если рисовать через планшет, проблем вообще не должно быть. Перо совершенно не отстает. Грубо говоря, линия идет сразу за пером и отображается без задержки на экране. По поводу рисования руками. Ох, ребята, если честно, я никогда до этого не пробовала рисовать пальцами в телефоне, но я вижу, как многие часто пишут о том, что за неимением ноутбука или планшета рисуют именно так. Поэтому для меня первые пять минут были немного адом. Если на планшете я с первого раза делала нужную линию, почти всегда, то тут мне приходилось по пять раз отменять действие и все равно результат желал лучшего. Конечно, отчасти это из-за того, что я совсем не имела опыта в подобном рисовании, но я думала, что садаптируюсь чуть побыстрее. Еще минусом было то, что из-за пальца я не видела, куда веду линию и часто их совсем не доводила до конца, оставляя дыры или напротив оставляя куски торчать. Но, мне кажется, результат в целом не такой ужасный, чтобы совсем ныть, но мне реально было довольно сложно. Еще, конечно, сыграло роль то, что я не особо разбиралась в настройках в приложении. Рисовала я в Medibank Paint, но видела, как многие советуют тот же Infineur Painter либо Autodesk Sketchbook, поэтому, возможно, в каких-то других программах результат был бы лучше или, напротив, хуже. Тут уже решать вам. В итоге у нас вышли две иллюстрации и, сугубо мое мнение, планшет бесспорно по всем характеристикам выходит вперед, так как я и вправду рисовала на телефоне так же, как и если бы делала это на ноутбуке. Можете оставить свое мнение по поводу этого эксперимента в комментариях и рассказать, какая иллюстрация понравилась вам больше. А пока еще пару слов о планшете. Я решила его подключить к ноутбуку, предварительно скачав драйвера с официального сайта, после чего у меня появилась возможность настройки планшета. Я назначила горячие клавиши на кнопки на самом планшете и стилусе, отрегулировала уровень чувствительности и так далее. Отлик у пера очень хороший, никакой задержки я не заметила. Даже каких-то проблем с неровностью или плохим уровнем нажатия тоже. Клавиши на самом планшете и колесико скролла работают так же хорошо, поэтому могу сказать без угрызения совести, что планшет своих денег стоит. Правда, вот поверхность рабочей области выполнена не совсем из приятного материала и при рисовании иногда издается довольно скрежущий такой звук, что немного раздражает. Плюс из-за того, что времени провела я за планшетом мало, сложно сделать вывод, что случится со временем с этой же рабочей поверхностью, но я надеюсь ничего. А теперь, думаю, время подвести итоги с плюсами и минусами. Из плюсов. Первое. Низкая цена. Данная модель стоит около 4-6 тысяч в зависимости от комплектации и где будете заказывать. Но в сравнении с другими марками с такими же характеристиками, эта цена считается низкой. Второе. Портативность. Планшеты вправду очень легкие, его без проблем можно взять с собой, подключить смартфону и работать из любого места. Третье. Наличие большого количества горячих клавиш, что упрощает работу при рисовании. Четвертое. Отличный отклик пера, плюс его не нужно заряжать. И пятое. Наличие быстрой доставки прям к вашим дверям. Из минусов. Первое. Отсутствие возможности подключить iOS в телефон. Но возможно это скоро исправят. Второе. Странная поверхность, которая оставляет отпечатки и неприятно скрежет при рисовании. Третье. Отсутствие софта от производителя для рисования на гаджетах, ибо многие программы работают очень странно и искать что-то стоящее не каждый будет. Четвертое. Иногда не отвечающие драйвера. Из-за чего мне два раза пришлось перезагружать ноутбук. Но может это вызвано тем, что у меня стоят еще старые драйвера на вакуум или еще что-то. Грубо говоря, возможно это связано с чем-то другим, но я решила этот пункт добавить. Вот вроде и все. Еще раз размещу результаты теста. Надеюсь, подобный формат обзора вам понравился. Не забывайте голосовать за то, какой ролик выйдет следующим на канале. Всем хорошей недели и пока!